приветствую гостей канал дачный креатив я елена уже после закрытия сезона мы еще раз приехали на дачу для того чтобы прикопать розы и можжевельники которые я получила в качестве замены от компании бекер и здесь посмотреть решили не выросли ли у нас грибы и вот сейчас пойдем смотреть муж сказал что там что-то есть сейчас покажу ген я иду показывай где правка зеленые кстати к вот так сейчас за одно участок покажу как будто не ноябрь рано наверно мы закрыли дачный сезон можно было еще побыть а температура 6 градусов в общем-то достаточно не тепло конечно но и не холодно я показываю где грибочки где мне можно ходить а где нельзя откуда начинать по краю поэтому да иди вперед меня показывать я могу без очков наступить они маленькие подросшие уже я взяла коржинку срывай раздавлены видишь а кто его мог раздавить так подожди 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 поближе вот такой грибок так подожди подхожу раз-два где еще гнивший а где он подмерзший какой там больше этого за нас не было продажи ген ты взрывайся не успевай снять ну какой жирненький а вот еще мы плохой а там вот я пошел раз были так ну вот сейчас посмотрим что там за грибочки у нас получились какие они наверное уже все уже среки ноября же и холодные были минусовые температуры что в общем-то надежды то нет особенной сейчас почистим покажу мне прислали еще раз посылку из бекер в качестве замены последней посылки которая тоже была заменой того что я заказывала у них зимой то есть то есть то что мне приходило в апреле прислали мне опять то же самое что и было послано у нас по моему в сентябре даже ужас не помню в октябре то что я вот показывала где у нас посылка гуляла две недели по россии здесь у нас две розы роял буквара здесь гортензия аннабель такая все было все это обрезать и прикапывать и два можжевельника old gold и blue carpet в общем-то качество удовлетворительно я бы сказала такой можжевельник old gold и вот такой blue carpet ну конечно маленькие в этот раз доставляла мне посылку почта россии посылка пришла быстро в отличие от прошлого раза когда у меня посылка гуляла а две недели и хочу сказать что и компания транспортная сдэк и бэкер осознали свои ошибки и сдэк мне предложил сертификат в качестве компенсации на отправку одного килограмма груза бесплатно бэкер нет прислал еще раз саженца но вот роял бакара у меня уже прикопаны который прошлый раз были 1 кстати говоря пошла в рост я покажу ее 1 вот пошла в рост листики даже дала хотя я сажал ее без листиков обрезать хорошо что мы приехали но вот старая тоже здесь какие-то черные побеги сейчас может быть тоже пониже обрежу ее вот может быть они и живые можжевельник который прошлый раз я получала моего прикопали я просто раз говорила что у него был очень мокрый грунт отличие от всех саженцев которые две недели гуляли по россии там был просто сухой комок там совершенно не было влаги почве вот то что мы прикопали вот он этот можжевельник он абсолютно высох то есть он изначально был отправлен уже не живы не живым его просто полили но вот тогда уже сразу у меня осыпалась хвой когда я распечатала коробку а горшок был мокрый то есть грунт горшки был даже не влажно именно мокрый вот так что от меня на замену прислали еще можжевельник и две розы еще должны были прислать мне розу спре виктория я показывала или этом очень красивая роза но не было у них в наличии поэтому мне поставили еще один можжевельник крюкарп вместо розы и вот получается у меня сейчас пять саженцев две розы 1 гортензия она будет бедная несчастная который мне уже третий раз присылают и 2 можжевельника сейчас я это все прикопаю если меня уже прикопаны розы розы которые заказывала садовом центре садовод это что-то мне приходил последний раз из бекер то что я планирую посадить весной в клумбу с березой сейчас пробегусь еще по участку покажу что на участке вот и это мы сейчас сюда прикопаем то что получили и вот так сейчас заодно показываю вам участок солнышко сегодня хорошая погода можно было бы еще остаться можно было продлить дачный сезон кишкам в этот раз и брать с собой не стали потому что побоялись что она у нас убежит говорить погулять за пределы участка нам придется есть до ночи ждать поэтому не рискнули ее брать с собой хотя конечно я бы здесь был здорово побегать попрыгать скучает она а неделю в москве она уже заскучала ну вот уже с березки листва практически облетела за неделю вот такой участок сейчас другой стороны еще зайду покажу с этой стороны участок показываю травка зеленая как будто не ноябрь вот можно подумать что сейчас весна вот мы приехали как будто весной а самом деле это ноябрь середина ноября яблоника наша красавица ну и как обычно с веранды снимаю участок даже хочется остаться на матишку не взяли поэтому возвращаться нужно будет на дачу хотя можно было бы остаться не так уж и холодно можно дом прогреть сосна любоваться можно и круглый год такая красавица а когда мы снимали как муж ее обрезает я снимала муж обрезал нам писали что мы неправильно и обрезаем но вот смотрите я считаю что может быть неправильно мы ее обрезаем конечно потому что в общем то есть разные способы обрезки формирования она вот такой способ как у нас мне очень нравится она получается вот такая пушистыми шапочками пушистыми круглыми такими шариками у нее веточки вот такая красавица на час прям доминирует на участке самое красивое растение по моему яблоника конечно тоже красавица нашего которому покрасили вот участок еще с этой стороны показала вам еще так с этой стороны сниму покажу что в клумбах клумбах ничего не изменилось конечно за неделю ну вот так сейчас пойдем прикапывать уже розы гортензию и можжевельники окна вот мы практически прикопали покажу еще поближе просто две розы роял бакара гортензия аннабель и два можжевельника old gold и blue carpet сейчас мы еще досыпем земли и обрежем гортензию и розы и прикроем немножко лапником окно вот прикопали обрезали розы гортензия до можжевельника здесь я укрыла лапником немножко розы и сейчас эти тоже укроем лапник приготовили лапника немножко кстати говоря семена туи можжевельника и позиреплодника можно было сейчас сеять потому что земля сейчас абсолютно не мороженое кстати хотела показать если уже закопала или нет муж уже убрал опять накопали кучу корней и вы так что убеждаемся в том что все таки правильно что мы ее спилили но вот грибы к сожалению непригодные для употребления все червивые такие негодные подмерзшие червивые так что вот к сожалению вот таким образом но все равно приятно грибочки выросли ну и на этом заканчиваю не забывайте подписываться на мой канал всем удачи до новых видео пока